Всем привет! Я не ожидал, на самом деле, такого большого количества человек. И у меня, собственно, к такому большому количеству человек вопрос. А вы слышали про какие-нибудь… Ну, использовали ли какие-нибудь ОРМ, кроме хибернейт? Поднимите руку, кто использовал какие-нибудь другие. Замечательно, не так много народу. А кто слышал про Каен из вас? Все те же люди приблизительно. Окей, ну, это значит, что я расскажу что-нибудь новое, так что я рад. Собственно, немножко обо мне. Меня зовут Лукинович Илья. Я Java-разработчик в компании DataArt. Работаю уже в Java 5 сгаком лет. В следующем году будет 6. Из них 5 лет честных работаю в DataArt. И плюс еще играю вот в этой музыкальной группе на гитаре. Ну, это так, лирика. Собственно, что же такое Apache Cayenne? Apache Cayenne – это ОРМ, которая не следует парадигме GPA. То есть у нас не базируется вся функциональность на транзакционном коде. Первый релиз был в 2002 году. Сейчас она доросла до Milestone версии 4.0. Я надеюсь, они скоро зарелизят эту четвертую версию. В ней достаточно много всего нового. И я про в том числе все это новое буду рассказывать. Разрабатывается она компанией Object Style. Не знаю, кто-нибудь слышал про эту компанию или нет. Эта компания базируется в Нью-Йорке. И у них два офиса. Один в Нью-Йорке, второй в Минске. И, собственно, директор этой компании, Андрюс Адамчик, он является идеейным вдохновителем этого фреймворка и одним из project community manager chief. Я буду показывать себе примеры на такой простенькой базе данных. То есть там будет всего одна таблица, она сама с собой связана. Это таблица employee. У нас есть некоторые сотрудники. У них есть имя, возраст и кто их начальник. То есть все достаточно просто. Собственно, с точки зрения Каена у нас есть сразу немного о плохом. То есть я не буду с самого начала восхвалять этот фреймворк, какой он замечательный. Я буду рассказывать про обе стороны. Каен немножко плох, но это чисто мое с точки зрения. То есть вот тут есть такой во славу сатане, конечно же. Это то, за что все мы очень любим Java. Это XML. Вот такой вот страшный. Собственно, чтобы в Каене все было не так плохо, есть тул, который называется Cayenne Modeler. Это Java утилита. Она кроссплатформенная, естественно. И все, что она по сути позволяет, это красиво редактировать XML с конфигами для Каена. И это некий такой стартовый толчок, откуда стоит начинать работу с Каеном. То есть мы здесь можем указать базу данных, указать маппинги базы данных на нашей модели и получить конфиг. Конфиг выглядит приблизительно следующим образом. Это первая часть конфига. Она называется Data Map. Это, собственно, то, как наши таблицы соотносятся с сущностями. Все отношения, какие-то ограничения. В общем-то, достаточно много всякой информации. Я вот это все ручками не писал, потому что Каен Моделер с версии 4 умеет делать re-engineered database. То есть можно указать ему базу данных и сказать, сделай-ка мне по этой базе данных код. И вторая часть конфига – это, собственно, project. Здесь у меня указан data source. Это не единственный способ его указать. Сразу такой дисклеймер. То есть это чисто скорее для демок. В принципе, в реальном проекте, если вы захотите использовать Apache Cayenne, скорее всего, вы будете либо получать его по GNDI в этом же конфиге, либо уже передавать его в коде. И по всем этим конфигам у нас идет генерация нашей модели. А, пардон, я немножко перескочил. Собственно, для Cayenne все зависимости, которые нужны, это, по сути, Cayenne сервер нужной версии. В данном случае все примеры будут показываться на версии 4.0 Malestone 3. И ваш любимый SQL-драйвер. В данном случае я использовал базу MySQL. Но это, на самом деле, не важно, не принципиально, потому что подключение существует к множеству других баз. И, собственно, посмотрим на то, что сгенерировал Cayenne. Это первый класс, который он сгенерировал. Называется он employee внезапно. И он внезапно наследует какое-то подчеркивание employee. И больше в нем ничего нет. Собственно, этот класс предназначен для того, чтобы вы писали весь свой код, который не относится к манипулированию данными. То есть, возможно, это какие-то проверки. Возможно, это какая-то бизнес-логика, если вы любите domain-driven design. Но с точки зрения того, что же хранится в этой сущности, вот этот класс знает только все из своего предка. Собственно, его предок, он выглядит сильно побольше, сильно пострашнее немножко. Ну, сильно все-таки. Собственно, что он в себе содержит? Это некое количество констант под названием property, о которых я расскажу чуть-чуть позже. getter и setter для наших данных. И также, ну, не совсем getter, а делегаты, скорее, для всех внешних отношений. То есть, в данном случае у нас отношение с таблицей к самой себе, и поэтому оно как бы один ко многим. Вот. И, собственно, пример. Вот. Таким образом можно получить из каена данные. Мы говорим runtime, server runtime builder, builder, скармливаем конфиг, получаем наш каен runtime. Я попозже расскажу, зачем он нужен. После чего создаем из него контекст. И контексту говорим. Object select. Откуда? По какому критерию? И вот в данном случае вытяни нам первый. Вот. Там были данные. Человек с каким-то именем John Doe. Мы получаем этот объект. У него getboss равно null. И, ну, выведем просто их все. И вот внизу, вот то, что вот здесь написано, это логи, которые выпрямлен каен. Это вот одна из таких хороших плюшечек каена, которая мне очень сильно понравилась с первого момента знакомства с ним. Это то, что SQL, который выдает он в логе, он читаемый. То есть это не большая страшная фигня, которую генерирует хибернейт с алиасами ко всем колонкам, с алиасами ко всем таблицам. Здесь есть алиас на, собственно, таблицу. И перечислены все нужные колонки. Если какие-то колонки приопределены с точки зрения модели, то будут алиасы для этих колонок. То есть достаточно сильно проще читается. Вот. Собственно, что же такое сервер рантайм? Сервер рантайм — это, по сути, dependency injection контейнер, который содержит в себе всю инфраструктуру каена. Вот. Также он, собственно, это единственное место в каене, которое, в принципе, что-то знает о data source. И, в общем-то, является единственной точкой входа в каен. Object context — это достаточно интересная штука. Вы их можете наплодить сколько угодно. Это некий аналог persistence контекста в хибернейте. Достаточно похоже с точки зрения того, что оно хранит в себе все те сущности, которые вы получили из базы данных, все те сущности, которые вы приготовили сохранить в базу данных. В чем-то похож на entity manager, потому что он в то же время еще менеджит операции. То есть все сохранение, вся загрузка, вся синхронизация с базой данных, она происходит в нем же. Но при этом у него есть одно большое отличие от entity manager. Он не держит в себе никаких ресурсов. То есть, как я сказал, server runtime — это единственное место, которое знает о data source вообще, что бы то ни было. Вот. И что самое замечательное, и возникает из этого, его не надо закрывать. То есть вы его создали, сделали все, какие нужны запросы, и потом забыли про него, garbage collector его подберет. Вот. Собственно, про бочку дегтя я сказал, что слишком много XML, но как бы на самом деле никто не заставляет вас писать эти конфиги ручками. Помимо Cayenne Modeler, есть еще Maven plugin, у которого есть вот три такие команды. cgen, cdbgen и cdbimport. cdbimport появилась, собственно, вот в версии 4.0, которая сейчас milestone. cgen, он берет вот эту конфигурацию XML, которую я показывал несколько слайдов до, этого и генерирует по ней модель, которую я показал чуть позже, чем конфиги. cdbgen, он берет и обновляет базу данных. Ну, на самом деле, это не самый рекомендуемый способ использования Cayenne, потому что Apache Cayenne пропагандирует подход database first. То есть у нас есть база данных, она хорошая, она нормализованная, и мы хотим ее использовать как контракт для нашей модели. Поэтому cdbgen и скорее для тех, кто привык к хибернейту и хочет ее использовать как плюс-минус, как хибернейт. cdbimport, собственно, это вот команда новая. Она что делает? Она делает то же самое, что и в Cayenne Modeler, и делает команда Re-engineer Database. То есть она проходит по базе данных, собирает мета-данные по таблицам, колонкам, по ограничениям, ну, все то, что может храниться в базе данных с точки зрения мета-данных. И строит по ним новые конфиги. Либо достраивает уже имеющиеся. Вот. Это было такое небольшое лирическое отступление, чем все-таки Cayenne может быть хорош с точки зрения конфигурации. А теперь с точки зрения операций. Помимо простого селекта, естественно, он может делать игр-фетчинг. То есть мы можем сказать object-select, query, откуда, как я уже уточнял, условия какие-то. И есть вот такая штука, которая называется prefetch. Prefetch – это значит, что на момент выполнения этого запроса мы ожидаем, что эти данные будут уже загружены полностью. У него есть три типа. В данном случае будет использоваться тип joint, который означает, что у нас к нашему основному запросу будет joint, приделан, собственно, наш prefetch. И вот в логах, которые там чуть ниже этого запроса, видно SQL, которая была сгенерирована, она содержит в себе left-join и, собственно, наш запрос. Помимо joint, в strategy есть еще несколько других стратегий joiner – это disjoint и disjoint by ID. Disjoint не очень рекомендуется использовать, потому что в худшем случае… Ну, disjoint – это вообще получение данных, которые вы хотите получить prefetch, чем, собственно, без joiner. То есть в данном случае будет сгенерирован второй запрос, и он тоже будет выполнен, но в случае стратегии просто disjoint – это будет запрос, который в худшем случае вам вытащит всю базу данных, всю таблицу базы данных. То есть, ну, скорее всего, не то, что вы ожидаете получить. Поэтому в четвертом milestone была добавлена disjoint by ID. Это такой вариант подзапросов, который может быть сгенерирован далеко не один, но у него из плюсов то, что он не тянет в себе всю таблицу, он использует where ID in и передает туда ранее ID-шников. Поскольку у баз данных существует ограничение на вот это вот количество ID-шников внутри in, оно, собственно, может сгенерировать больше одного запроса, ну, до m, в зависимости от семантики базы данных, от синтаксиса базы данных. Ограничений базы данных, sorry. Вот, ну, собственно, про select, это, наверное, самая большая часть была. Вот как выглядит создание объектов в каене. То есть, если мы хотим записать какой-то объект в базу данных, мы говорим object-context, new object, вот используем object-context как фабрику. В данный момент происходит, что мы берем наш класс, создаем его entity и добавляем его в object-context. То есть он не попадает в базу данных в этот момент, он просто сохраняется в object-context. Ну, задаем какие-то данные и говорим commit changes. Update почти так же. То есть мы что-то меняем и говорим commit changes. В данном случае код немного избыточный. То есть там написано add to employees set boss. То есть мы одному и тому же человеку указали, мы, собственно, сделали что? Мы сказали, что вот этот вот employee, он сам себе босс, а потом мы говорим, что он же сам себе подчиненный. То есть поскольку это отношение между таблицами, оно транзитивное, то мы, если мы скажем employee set boss employee, то у нас обратное отношение поставится само по себе. То есть на самом деле здесь можно было обойтись двумя любыми строчками. Одно из первых двух и commit changes. Удаление происходит тоже через object-context. Мы говорим object-context, delete changes. Говорим, что удалить. Можно больше одного employee указать, просто здесь такой пример. И снова говорить commit changes. Вот, собственно, что же такое commit changes? Commit changes – это не совсем традиционный commit, как вы привыкли думать, например, с точки зрения JPA. Это скорее операция, которая похожа на операцию git commit push. Вот кто работал с git, он знает, что вот пока вы не скажете push, все данные никуда не выйдут. Вот, собственно, commit changes – это эдакий push. Мы берем весь контекст, весь тот div, который мы сгенерировали кодом, то есть только те изменения, которые мы сказали. И сказали push. И в базе данных они в этот момент синхронизировались. То есть пока вы не сказали commit changes, у вас нет транзакции, вы не держите никакие ресурсы. Собственно, commit changes получает data source, заливает все данные. Ну и я, в общем-то, уже повторяюсь. И вот, собственно, здесь уже прослезывается самое первое отличие от hibernate, такой с точки зрения принципов работы. Это то, что у каена несколько больше state of entity, которые есть. То есть у нас есть new, как и, собственно, в hibernate. Это значит, мы только создали этот объект. Но вот с точки зрения каена здесь есть отличия. New в данном случае значит, что он у нас уже есть в object-контексте. Modified и committed, они похожи на состояние managed. То есть у нас entity находится в object-контексте. И в случае modified это значит, что у нас есть какой-то div по этой entity. В случае committed это значит, что мы этот div уже закоммитили. Есть состояние transient, которое является полным аналогом состояния detached. Это значит, что у нас этот объект не менеджится никаким контекстом, ни object-контексте в случае каена, ни resistance-контексте с точки зрения хибернейта. Deleted, достаточно очевидно из названия, это значит, что у нас эта сущность удалена как из контекста, так и из базы данных. И вот у каена есть такое состояние hollow, у которого в Hibernate нет аналогов. Это состояние, в котором мы знаем о entity только ее ID-шник. То есть, скорее всего, любое отношение между таблицами, когда вы сделаете запрос без префетча, у вас в отношении будет загружено только hollow entity, у них будет известно только ID-шники. Вот. И, собственно, как я сказал, вы не менеджете транзакции. Вот commit changes – это все ваши действия с точки зрения транзакции. Но на самом деле в Каене можно запустить транзакционный код, потому что это достаточно редкий кейс. Наверняка все, кто работал с хибернейтом, с JPA, не сталкивались с тем, что приходилось рано или поздно менеджить транзакции. И вот когда у нас просто один вызов, допустим, read-only изменений, ну, я честно не хочу указывать там, что это transactional код, что он read-only. Ну, как бы вот транзакционные операции, когда действительно что-то требуется выполнить в транзакции, это очень небольшой процент всех операций. И вот их можно в Каене сделать таким образом. То есть мы говорим Каен runtime, передаем туда такой объект, как transactional operation. Это functional интерфейс, поэтому в восьмой Java он может быть сильно короче. И, собственно, вот в его методе perform мы делаем все те действия, которые у нас должны выполниться в рамках одной транзакции. Это первый способ. Второй способ, я его почему-то написал первым, это Каен-сервер-экстронал-транзакшн-проперти Каен-рантаймы. Если вы поставите эту проперти в значение true, то весь менеджмент транзакций будет отдан на совесть контекста, в котором вращается Каен. Будь то там Spring-контейнер или EGB. В общем-то это все настраивается. У object-контекст, вот из того, что я сказал до этого, есть очень забавная штука. То есть они полностью изолированы друг от друга. Помимо того, что они изолированы от базы, они еще и друг с другом никак не связаны. То есть если мы говорим runtime new context, runtime new context, и в каждый из этих контекстов засунем по entity, то только этот контекст будет знать об этой entity. Другой контекст об этом знать не будет, пока мы не синхронизируем это через базу. Либо, как еще один вариант, можно создать nested context, то есть у контекста можно создать контекст, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, по цепочке. И помимо commit changes, которые у нас развернутся в эту цепочку контекстов и засунули все в итоге в базу, есть commit to parent метод, который синхронизирует один контекст с его parent контекстом. Ну, собственно, если у нас всего один контекст и создан от runtime, commit to parent у нас вызовет синхронизацию с базой данных. Вот. Ну, как я уже сказал, object context, диспозить его не надо, он не держит никаких ресурсов, вы просто его выкидываете, забываете про него, и garbage collector его рано или поздно подберет вместе с теми объектами, которые в нем были временно сохранены. А теперь, собственно, вот-вот про тот код, который был сгенерирован, я вам его уже показывал. Это все наши property и весь тот страшный класс, который генерирует Cayenne. Собственно, я бы хотел остановиться на нем чуть-чуть поподробнее. Собственно, что мы здесь видим? У нас здесь есть куча правильных static final полей, которые я обещал рассказать чуть попозже. Собственно, я расскажу об этом на этом слайде, ой, на следующем слайде. И у нас очень странные геттеры и сеттеры. То есть вы там видите write property, read property методы вызовут, у нас нету никаких полей. Собственно, единственным полем вот этого вот объекта, а, да, самый важный момент, он наследуется от Cayenne data object. Кому-то это не понравится, кто-то скажет, я привык иметь класс abstract entity, у которой есть ID, он генерируемый, я не хочу вот этот вот абстрактный класс. От него можно избавиться, об этом тоже чуть позже. Собственно, вот есть такие страшные методы, как write property, read property, они даже с кастами внезапно. Собственно, Cayenne data object представляет объекты, по сути, только мапа. Ну, это вот обычный хешмэп со стрингой, как ключ, и с объектом, как значение. Собственно, поэтому кастов, к сожалению, не избежать, но это внутренний код, предполагается, что он генерируется, вы его положили в generated sources и забыли про него вообще совсем. Собственно, вот методы read property, write property, читают, записывают в эту мапу, плюс обновляют состояние объекта, допустим, если вы прочитали этот объект, сказали set property, то он станет модифайт. И есть также add to many object, remove to many object. Это методы, которые работают с отношениями, то есть они обновляют коллекции наши с отношениями. Собственно, как я и сказал, а нафига нам Cayenne data object? Это совершенно что-то лишнее, я хочу abstract entity. Но вот я здесь позволил себе процитировать javadoc к презентанс объекту, то есть вообще это такая достаточно большая иерархия, то есть Cayenne data object, он помимо того, что это сам класс, который у нас обязан наследовать все entity, ну почти обязаны, он еще реализует два интерфейса data object, интерфейс validating, implemented class persistent object и, собственно, еще интерфейс persistent по дереву наследования. И вот у этого persistence object вот такой вот замечательный javadoc. Для тех, кому слабо видно вот этот вот серый текст или кто не умеет читать по-английски, не дай бог, я переведу, это значит, что мы можем взять все, что написано в persistence object, вот эти все интерфейсы, все, что написано в cayenne data object, мы можем это скопировать, куда нам нравится, в тот же abstract entity класс или как вы там называете свою правую сущность обычно. Скопировать это, положить туда и опять же забыть про это, потому что cayenne самое главное это вот эти вот три интерфейса persistence, data object и validating. Все. Собственно, persistent это значит, что у нас этот объект сохраняем, data object это значит, что объект у нас является data object, у него есть какие-то поля и какие-то отношения и, собственно, он добавляет методы, которые нам позволяют управлять этими отношениями и этими данными. Validating это некая такая дополнительная фишечка, то есть у нас все поля эти могут быть провалидированы. Вот. И в связи с этим у cayenne есть одна прикольная штука, то есть если вы вдруг хотите прочитать какую-то базу, о которой вы не знаете ничего, то вы можете совершенно спокойно cayenne прочитать в рантайме метаданные, сгенерировать по метаданным модель и работать с ней. То есть вам не нужен какой-то прегенерированный код для того, чтобы работать с базой данных, в принципе. То есть вы можете работать с ним как с хешмапой. По-моему, достаточно прикольно. Вот. Собственно, про property, который я уже обещаю рассказать пол лекции, но все так и не рассказал. Property – это еще один концепт с версией 4.0. Они являются оберткой над expression factory, которая была до версии 3.0. Это, собственно, expression factory – это factory для получения вот такого похожего на критерии API запроса. Мы формируем запрос таким образом. И, собственно, все кондишены, все подселекты, все вот это мы можем создать при помощи как property, так и expression factory. Но в 4.0 продвигается, что нам нужно использовать лучше property, потому что это более красивый подход. Потому что с expression factory там заработать приходится только со строчками, а здесь уже есть прегенерированные метаданные. И, собственно, как я и сказал, они используются для построения ST-запроса. ST-дерево для генерации запроса. Еще один замечательный момент, которым отличается Cayenne от Hibernate. Скажите, вот, когда вы работали с JPA или с Hibernate, сколько раз вам приходилось имплимировать… кому приходилось перекрывать equals или хэш-код у сущностей? Поднимите руки, пожалуйста. Скажите, это было больно? Да, я вижу, вот кивают головами. Ну, собственно, да. Я положил сюда ссылку. Я не знаю, наверное, презентации потом расшарят. Но, в общем, если не расшарят, то можете ее сфотографировать. Вы там найдете трехстраничную HTML. Страницу на три экрана, которая рассказывает, как вам нужно имплементить equals или хэш-код, если вы работаете с Hibernate. Заканчивается она вот такой вот табличкой, которая нам что говорит? Что если вы хотите использовать сравнение по идишнику, то вы в пролете, потому что, ну, не все хотят сравнивать сущности чисто по идишнику, потому что я, допустим, хочу узнать новую сущность, сравнить ее со старой, и чтобы это работало. Поэтому там есть такие стратегии, как сравнение по-бизнесу, но я на самом деле не буду очень сильно углубляться в это. Но, в общем, в итоге у вас есть большой геморрой с этим. Это вот вывод из этого слайда. В Каене нету никакого генерируемого кода, нету никаких проксей. То есть вот за счет вот этого whole state object, который я показывал среди стейтов, у нас просто существует объект с заполненным primary ID. И, собственно, поскольку нету прокси, то у нас нету проблем ни с реализацией ни equals, ни хэш-код. Ну, про валидацию. Да, вот здесь такой страшненький слайд. Я просто взял и загуглил самое длинное имя человека, когда-либо существующее. Вот оно почти влезло на полэкрана. Не надо его читать. Ну, в общем-то, оно приблизительно… Да, вот 850 символов оно в длину, а у меня в таблице ограничения было 256. Не меняя ничего в своей модели, я получил вполне себе человеческую ошибку validation exception, которая мне говорит две вещи. То, что fullname у меня превзошел с точки зрения метод данных, у меня там не было никакого constraint, у меня был просто тип поля варчар 256, что я это ограничение нарушил, и второе ограничение у меня age, он не nullable, поэтому я вот его тоже обязан поставить. По-моему, достаточно удобно. То есть не надо никаких аннотаций ставить, ничего, у нас просто есть сгенерированный из xml-ки-код. Еще полезные фишечки Каена, которых, по-моему, не очень есть в кибернейте. Собственно, результат итератор callback есть такая штука. Она у нас подгружает все данные лениво. То есть я, наверное, забыл об этом сказать, но вообще все операции по чтению внешних отношений в Каене, они ленивые. То есть если вы говорите там employee get employees, то у вас будет еще один запрос. И так далее по всему графу. Вот. Собственно, есть такая штука, как resulted-rate callback. И resulted-rater, в принципе. Вы можете сказать object-context, iterate, скормить ему query. В данном случае это совсем простой query, просто вытяните мне все employee. И я хочу на каждого employee сделать такой вот callback. System.outprintln внезапно. Собственно, что в данном случае произойдет? У нас будет prefetch всех данных. То есть у нас действительно создастся result set, который будет курсором на таблицу со всеми данными, которые мы выбрали. Но в сущности будут создаваться по мере необходимости. То есть если нас, грубо говоря, мы наш итератор хотим вызвать там next, 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 а потом забить, то есть первые три сущности, он у нас прочитает из result set ровно первые три строчки, а все остальное в память JVM скидывать не будет. То есть это сильно экономит память. Но еще лучше. Сейчас достаточно модно, ну не то чтобы модно, реалии такие, что очень много бэтч-фреймворков появилось. Потому что big data, потому что мы не хотим ставить еще 10 планов оперативки для того, чтобы JVM таки запустилась. Ну и так далее. Собственно, в Каене есть встроенные бэтч-операции. Мы можем сказать, что вот этот вот запрос я хочу разбить на чанке по 100, и он будет фетчить ровно по 100 рекордов. По-моему, удобно. Еще одна фишечка, которая есть в Каене, и есть же она, она же в хибернейт. Это ивент-листнеры. Я не знаю, в хибернейте с ивент-листнерами достаточно редко сталкиваются. Обычно. По моему опыту, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Там есть вот такие вот состояния. Пре-операция, пост-операция и пост-лод, так называемый. В Каене добавляется еще пост-эт в связи с тем, что у него несколько другой список стейтов. То есть пост-эт – это когда мы просто добавили сущность в контекст. То есть она еще не в базе, мы добавили ее в контекст, у нас запустился этот ивент-листнер. Что можно этим реализовать? А, ну, собственно, и дальше. Как, собственно, у нас исполняется коллбек вот этих вот ивентов? Первый вариант. Мы можем добавить вот в этот ваш datamap XML, который был показан еще в самом начале, в котором все данные модели у нас есть. Мы можем сказать, что у нас есть вот такие вот ивент-листнеры на вот этой вот модели. И когда мы будем генерировать ход, у нас вот в том коде, который у нас подлежит изменению, сгенерируются два метода, которые будут реализовывать методы, сгенерированные в абстрактном классе, тот, который вот с подчеркиванием. И, собственно, мы их реализовываем, и они будут исполняться по этим ивентам. Еще вариант. Это глобальные листнеры. Мы можем добавить их в так называемый data domain, entity resolver, callback registry, и там вот можно сказать add listener. Собственно, data domain – это вся наша метамодель данных, а entity resolver – это то, что у нас знает о том, как преобразовывать эти данные в нашу модель. И, собственно, вот листнеры, вот два примера. Первый листнер, он слушает чисто entity под названием employee, и, собственно, он работает с employee. Но можно также делать листнеры на более чем одну сущность и таким образом получать некоторую общую логику. Вот, например, мы можем сказать post-ed employee department и сказать, что мы вот этим методом, который принимает persistent объект, мы их хотим обработать. Что из этого можно сделать? Это, например, вот в Hibernate есть такая аннотация, называется audit. То есть аннотация audit, она показывает, что все изменения, которые мы делаем вот в этой вот entity, они будут сохраняться в отдельную таблицу с названием entity подчеркивание audit с timestampом и своим айдишником. Вот, собственно, в Hibernate это реализовывается, этого нету out of box, но это реализовывается буквально вот так вот. Мы говорим, у нас есть аннотация auditable, любая. Это аннотация, я ее написал, честно. То есть там в Каене ее нет. Мы ставим ее на всех наших классах, которые нужно проаудитить. И говорим listener, все действия, которые мы делаем с ним, которые мы хотим проаудитить. И вот в этом вот методе мы, собственно, получаем object context, записываем данные об аудит, получаем наши изменения, записываем нашу вот эту вот audit record и скидываем его в таблицу. Собственно, достаточно просто реализовать такие штуки, которых не хватает. Каен-депенденци-инжекшн. Как я сказал, сервер-рантайм, он является депенденци-инжекшн-контейнер. Проект Каен, они взяли и реализовали свой депенденци-инжекшн-контейнер, потому что им так захотелось. Собственно, таким образом Каен можно расширять. То есть помимо листеров, которые могут реализовывать, какой-то функционал, который у вас есть, вы можете еще создавать модули. Вот, например, в данном случае к серверу-рантайм-билдеру присоединяются еще два модуля. Первый Каен-джава-8 модуль. Это модуль, который знает о том, как маппить Java DateTime API на полях базы данных, такие как Date, DateTimeStamp, и все вот эти вот, что они реализовывают. Ну и вот какой-то абстрактный модуль, который не делает ничего. Ну, судя по комментарию, делает вашу свою магию. Вот, собственно, как можно делать свою магию? Там есть такая имплут параметра, как binder. Binder — это вот, я не знаю, кто писал свой DI-фреймворк, он знает, что такое binder, кто не писал. Это то, благодаря чему нам можно сказать, что является реализацией чего-то или что у нас находится в контексте, в принципе. В общем-то, это такой адапт. Я не знаю. Честно, не знаю, какой этот паттерн реализовывает. Вот. Ну, что в нем можно сказать? Вот, допустим, в Каене есть такой сервис, называется QueryCache. Он в себе хранит запросы, он их кэширует, чтобы каждый раз не собирать IST-дерево для одних и тех же запросов. Ну, не парсить IST-дерево для одних и тех же запросов. И, собственно, вот out-of-box, это просто хэш-мэпа, но Каен еще может, например, в их кэш. То есть мы можем подключить у нас в dependency, там в Mevon, в Gradle, где угодно, их кэш, и сказать, что мы хотим, чтобы наши квери хранились в кэше их кэш. Собственно, это делается вот так вот. Мы говорим binder, QueryCacheInterface, bind to, их кэш, queryCache. А там он уже делает все, что нам нужно. Можно реализовывать свои какие-то вещи, естественно. То есть в данном случае я, честно, взял и скопировал кусок Java 8.kyen.model, переписал его чуть-чуть попроще, чтобы влезло на слайд. Собственно, вот этот вот код, он добавляет возможность писать local date из Java 8.time.api в базу данных как дату. Собственно, для этого нужно взять, в байндера попросить лист, который называется server default types list. Там хранится обычный лист, который хранит вот такие штуки, как extended type. Extended type – это, собственно, декларация о том, как наши Java объекты преобразовывать, ну, примитивные Java объекты преобразовывать в атрибуты базы данных. И, собственно, у него есть набор методов, какой класс мы, собственно, хотим преобразовать, как его положить в GDBC и как его получить из GDBC. И вот это, наверное, презентация близится к концу. Это вот одна из фишечек, которые очень сильно пропагандируют команда Кайена. Это Кайен криптомодуль. Собственно, подключается он ровно вот таким вот образом, ну, как dependency. И нужен он для чего? То есть, если мы хотим хранить какие-то шифрованные данные, то есть в данном случае не речь идет не о хэшировании, как, например, с паролями, а именно зашифрованные каким-то стойким ключом данные, которые там приватные, мы по каким-то нашим причинам не хотим в случае взлома данных, чтобы к ним получили доступ. В случае взлома базы данных. Собственно, вот эта вот штука, она позволяет нам очень прозрачно трансформировать наши данные в шифрованные данные и сохранить их в базу. Что для этого нужно? Мы говорим cayenne runtime builder, add module. У нас новый модуль. Crypto module builder, которому нужно сказать, какой кейстор, ну, вот это самая минимальная конфигурация, которая возможна. В какой кейстор положить это? В какой кейсторе взять ключ, пардон. Пароль к этому кейстору, который передается как char array, потому что некоторые параноики будут волноваться не только за сохранность базы данных, но и за сохранность хипа джава-машины, потому что если кто-нибудь попросит дамп памяти, то все строки там будут отображаться. В данном случае паспорт, конечно же, попадет в хип, но если бы я его прочитал, допустим, откуда-нибудь из файла, то там был бы вполне себе char array, и это полнейший месс с точки зрения стороннего наблюдателя. Вот. И, собственно, нужно сказать build и подключить этот модуль. Когда этот модуль подключен, кейстор будет знать, что все наши колонки в базе данных, которые начинаются с префикса крипта, вот он написан, то есть это регулярка по умолчанию, он найдет все эти колонки и задекорирует их rowmapper, и таким образом. Rowmapper – это штука, которая преобразовывает, собственно, объекты в строку из GDC Results Set, она преобразовывает их в наши объекты, либо в Entity Resolver, собственно, который делает обратную штуку, задекорирует их и будет делать шифрование перед тем, как сохранить их в базу. Либо делать расшифровку сразу после того, как прочитал из базы. По умолчанию оно использует аэс-шифрование 128 бит, насколько мне не изменяет память, в моде Cypher Blockchain и использует вот такой вот пайдинг-генератор для того, чтобы добивать блоки мусорными данными какими-то. Собственно, это достаточно стойкий вид шифрования. Честно, я не специалист по криптографии, поэтому не могу оценить уж, насколько он стойкий и насколько это подходит для шифрования важных данных. Но, насколько я помню, для top-secret документов такой тип шифрования подходит даже в Штатах. Для государственных тайн подходит 256 бит-ключ, что, в общем-то, тоже можно настроить. Собственно, что здесь можно переопределить? Можно сказать, как вы хотите искать по-другому колонки. То есть не по криптопаттерну. Можно, во-первых, указать любой другой паттерн, можно написать свой column mapper так называемый и, собственно, им помечать все нужные колонки. Можно переопределить алгоритм шифрования, можно переопределить тип, где у нас хранятся ключи, можно переопределить, в общем-то, на самом деле все. В том числе и через dependency injection. Собственно, с точки зрения функционала, это все. Если вам вдруг понравился КАН, можете сходить на страницу Apache. How can I help? Это небольшой проект, он пишется командой, по-моему, не то чтобы командой, он пишется, там есть 30 контрибьюторов и где-то 4 члена project management committee. Собственно, если вы хотите им помочь, вот такими способами, как написанием кода, написанием документации, помощью с рассылкой по имейлу, помощью с джирой, которая у них там есть и трекает все ищи, которые им присылают, или какие-то новые фичи, которые вы хотели бы там видеть, вы все это можете обсудить с ними. И на самом деле они достаточно приятные ребята, я имел с ними возможность пообщаться. Собственно, и немножко философский слайд. Я спрашивал, когда про Каен, я увидел достаточно большое количество рук в зале, я не ожидал. Потому что если вы залезете на Stack Overflow и вобьете туда там JPI или Hibernate, вы увидите десятки тысяч вопросов, то есть суммарно порядка, почти 100 тысяч вопросов. Ну и по Каену 79. Тут два варианта. Это можно оценивать двумя способами. Первый вариант – это то, что либо Hibernate такой непонятный, и у всех возникает слишком много вопросов, потому что если посмотреть на самом деле на вопросы по Hibernate, там самый популярный будет how one to many works. Как работает отношение один ко многим и как мне его написать. Это как бы вопрос такой, на который отвечает первая страница документации, я точно помню. Если вы залезете в трет по пачке Каену, то там будут вопросы, я вот словил в этом вот data channel и null pointer exception. Это issue, вы о нем знаете, или это как я что-то не так сконфигурировал. Скорее всего, это будет issue, честно. Собственно, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.